Дисциплина «Система управления и их компьютерное моделирование», 1-й раздел «Автоматизированные и автоматические системы управления», 8-я лекция «Промышленные сети и интерфейсы». Мы должны будем рассмотреть с вами следующие вопросы. Общие сведения о промышленных сетях, обмен информацией в сетях, модель клиент-сервер, сигналы в сетях и сетевые топологии. Обмен информацией между устройствами, входящими в состав автоматизированной системы, происходит в общем случае через промышленную сеть. Промышленные сети отличаются от офисных следующими свойствами. Специальным конструктивным исполнением, обеспечивающим защиту от пыли, влаги, вибраций, ударов. Широким температурным диапазоном, обычно от минус 40 градусов до 70 градусов. Повышенной прочностью кабеля, изоляции, разъемов, элементов крепления. Повышенной устойчивостью к воздействию электромагнитных помех. Возможностью резервирования для повышения надежности. Повышенной надежностью передачи данных. Возможностью самовосстановления после сбоя. Детерминированностью времени доставки сообщений. Возможностью работы в реальном времени. С малой, постоянной и известной величиной задержки. Работой с длинными линиями связи от сотен метров до нескольких километров. Промышленные сети обычно не выходят за пределы одного предприятия. Однако с появлением Ethernet и интернет для промышленных сетей стали применять ту же классификацию, что и для офисных. Итак, сети LAN, сети, расположенные на ограниченной территории, в цехе, офисе, в пределах завода. Сети MEN, сети городов и сети WAN, глобальная сеть, охватывающая несколько городов или континентов. Обычно для этого используют интернет-технологию. В настоящее время насчитывается более 50 промышленных сетей. Однако широко распространенными являются только часть из них. Распространенность в Узбекистане той или иной промышленной сети связана в первую очередь с предпочтениями и активностью узбекских фирм, продающих импортное оборудование. Промышленной сетью называют комплекс оборудования и программного обеспечения, которые обеспечивают обмен информацией между несколькими устройствами. Промышленная сеть является основой для построения распределенных систем сбора данных и управления. Поскольку в промышленной автоматизации сетевые интерфейсы могут быть неотъемлемой частью соединяемых устройств, а сетевое программное обеспечение прикладного уровня модели OSI исполняется на основном процессоре промышленного контроллера, то отделить сетевую часть от устройств, объединяемых в сеть, иногда физически невозможно. С другой стороны, смену одной сети на другую часто можно выполнить с помощью замененной сетевого программного обеспечения и сетевого адаптера или введением преобразователя интерфейса. Поэтому часто один и тот же тип программированного логического контроллера может использоваться в сетях различных типов. Соединение промышленной сети с ее компонентами выполняется с помощью интерфейсов. Сетевым интерфейсом называют логическую или физическую границу между устройством и средой передачи информации. Обычно этой границей является набор электронных компонентов и связанного с ними программного обеспечения. При существенных модификациях внутренней структуры устройства или программного обеспечения интерфейс остается без изменений, что является одним из признаков, позволяющих выделить интерфейс в составе оборудования. Наиболее важными параметрами интерфейса являются пропускная способность и максимальная длина подключаемого кабеля. Промышленные интерфейсы обычно обеспечивают гальваническую развязку между соединяемыми устройствами. Наиболее распространены в промышленной автоматизации последовательные следующие интерфейсы. Например, RS-485, RS-232, Ethernet, CAN и так далее. Для обмена информации взаимодействующие устройства должны иметь одинаковый протокол обмена. Как вы знаете, в простейшей форме протокол – это набор правил, которые управляют обменом информацией. Он определяет синтаксис и семантику сообщений, операцию управления, синхронизацию и состояние при коммуникации. Протокол может быть реализован аппаратно, программно или программно-аппаратно. Название сети обычно совпадает с названием протокола, что объясняется его определяющей ролью при создании сети. Обычно сеть использует несколько протоколов, образующих стек-протоколов, набор связанных коммуникационных протоколов, которые функционируют совместно и используют некоторые или все семь уровней модели OSI. Для большинства сетей стек-протоколов реализован с помощью специализированных сетевых микросхем или встроен в универсальный микропроцессор. Взаимодействие устройств в промышленных сетях выполняется в соответствии с моделями клиент-сервер или издатель-подписчик. В модели клиент-сервер взаимодействуют два объекта. Сервером является объект, который предоставляет сервис, то есть который выполняет некоторые действия по запросу клиента. Сеть может содержать несколько серверов и несколько клиентов. В модели взаимодействия издатель-подписчик имеется один издателей и множество подписчиков. Подписчики сообщают издателю список тегов, значения которых они хотят получить по определенному расписанию или по мере появления новых данных. Каждый клиент может подписаться на свой набор тегов. В соответствии с установленным расписанием издатель рассылает подписчикам запрошенную информацию. В любой модели взаимодействия можно выделить устройство, которое управляет другим устройством. Устройство, проявившее инициативу в обмене, называют ведущим, главным или мастером. Устройство, которое отвечает на запросы мастера, называют ведомым, подчиненным или слайвом. Ведомые устройства никогда не начинают коммуникацию первым, оно ждет запроса от ведущего и только отвечает на запросы. Например, модель клиент-сервер, клиент является мастером, сервер – подчиненным. В модели издатель-подписчик на этапе подписки мастером является клиент, а на этапе рассылки, публикации – сервер. В сети может быть одно или несколько ведущих устройств. Такие сети называют, соответственно, одномастерными или многомастерными. В многомастерной сети возникает проблема разрешения конфликтов между устройствами, пытающимися одновременно получить доступ к среде передачи информации. Конфликты могут быть разрешены методом передачи маркера, как, например, в сети Profibice, методом побитного сравнения идентификатора, методом прослушивания сети и методом предотвращения коллизий. Этот метод используется в беспроводных сетях. Во всех сетях применяется широковещательная рассылка без определенного адреса, то есть всем участникам сети. Такой режим используется обычно для синхронизации процессов в сети, например, для одновременного запуска процесса ввода данных, всеми устройствами ввода или для синхронизации часов. Некоторые сети используют многоабонентский режим, когда одно и то же сообщение посылается и нескольким устройствам одновременно. В распределенных системах на основе промышленных сетей может быть пять типов данных. Сигналы, команды, состояние, события и запросы. Сигналы – это результаты измерений, получаемые от датчиков и измерительных преобразователей. Их время жизни очень короткое, поэтому часто требуется получить только последние данные и максимально короткий срок. Команды – это сообщения, которые вызывают некоторые действия, например, закрытие клапана или включение ПИД-регулятора. Большинство систем должны обрабатывать потоки команд, которые передаются адресату с высокой надежностью. Их нельзя передать повторно. Состояние показывает текущее или будущее состояние системы, в которое она должна перейти. Требование ко времени его доставки может быть не таким жестким, как для команд. Непринятое состояние может быть послано повторным. События наступают обычно при достижении текущим параметром граничного значения. Например, событие может быть выход температуры за технологически допустимую границу. За появлением события должны следовать ответные действия, поэтому для события особенно важно требование гарантированного времени доставки. Запрос этой команды посылаем для того, чтобы получить ответ. Примером может быть запрос сервера, который выдает на него ответ. При описании сетей может быть использовано понятие фрейма. Под фреймом понимается набор данных, которые передаются по сети и имеют строго оговоренную структуру, формат. Термины кадр, датограмма, сегмент, используемые в стандартах на различные промышленные сети, будут использованы ниже, как синонимы фрейма. Итак, вы знаете, что сети могут иметь простейшие топологии, как звезда, кольцо и шина. Звезда в промышленной автоматизации используется редко. Кольцо используется в основном для передачи маркера в многомастерных сетях. Шинная топология является общепринятой, что является одной из причин применения термина промышленная шина вместо промышленной сети. К общей шине в разных местах может быть подключено произвольное количество устройств. Основными параметрами промышленных сетей являются производительность и надежность. Производительность сети характеризуется временем реакции и пропускной способности. Важной характеристикой промышленных сетей является надежность доставки данных. Надежность характеризуется коэффициентом готовности, вероятностью доставки данных, предсказуемостью времени доставки, безопасностью, отказоустойчивостью. Коэффициент готовности равен отношению времени наработки до отказа к сумме времени наработки до отказа и времени восстановления после отказа. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.